Центробанк В среднем понижение ипотечных ставок составило 0,2-0,6% пункта. Аналитики не исключают еще одного сокращения ставок по ипотеке в конце текущего года на 0,1% или 0,2% пункта. В Ростове создадут региональный креативный анимационный кластер «Технопарк «Магика», резиденты которого получат возможность участвовать в творческих проектах «Союзмультфильма». Соответствующее соглашение подписано между киностудией «Союзмультфильм», медиапарком «Южный регион» и ДГТУ на 8-м Санкт-Петербургском международном культурном форуме. «Технопарк» станет базовой площадкой для развития анимационного кластера в регионе. На факультете медиакоммуникации и мультимедийной технологии ДГТУ ведут дисциплины, необходимые для профессионального производства мультфильмов и их эффективного продвижения в анимационной индустрии. Ростовчанину Дмитрию Диброву 14 ноября исполнилось 60 лет. Дмитрий Дибров – журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссер, певец, музыкант и актер. На телевидение в Москву Дибров попал в 1978 году, будучи студентом филологического факультета Ростовского госуниверситета. Его пригласили участвовать в юмористической передаче «Веселые ребята». В эфире Дмитрий Дибров уже 30 лет. Научить детей английскому в 4 года с помощью песен или еще больше освоить сопромат до школы легко, уверяют участники образовательного мероприятия, ставшего уже традицией. Инновационные методики обучения здесь соседствуют с не менее передовыми разработками. В Ростове стартовал двухдневный Всероссийский форум педагоги России. Самой главной фишкой, если можно так сказать, нашего форума является то, что все методики и технологии исключительно практические. То есть я очень уверена и надеюсь, и уверена даже, потому что мы получаем обратную связь, что педагоги пользуются этими наработками, пользуются этими авторскими методиками и в детских садах и в школах используют это достаточно часто. Подробности в программе «Коннект» в 19.20. Крупнейшее в области пространство коллективная работа над проектами будущего. В Донской столице открылась региональная точка кипения. Три, два, один, поехали! Ростовская область – рекордсмен среди регионов по количеству подобных локаций. На Дону уже действуют пять университетских площадок, направленных на развитие образования и студенческой среды. Это точка кипения – шестая. Мы хотим, чтобы на этой площадке максимальная проблематика региона, решения, которые нужны для преодоления этих проблем, находились. Мы хотим, чтобы здесь происходили встречи науки, бизнеса, общественности, экспертов, активных горожан, представителей самых различных профессий. И вот в этих дискуссиях продвигались к достижению наших стратегических целей. Приоритетные направления работы – развитие технологического предпринимательства, совершенствование механизмов поддержки бизнеса, внедрение лучших практик регионального развития в сферах сельского хозяйства, туризма и несырьевого экспорта. В прошлом году мы открывали только 19 площадок. На сегодняшний день это уже 83-я площадка. Сеть растет очень быстро, и наша основная задача – перейти из количественного в качественное развитие. И, соответственно, мы будем заниматься тем, чтобы поддерживать проекты, связывать между собой площадки, развивать сообщество. В двухдневной программе открытия, панельные дискуссии, воркшопы и круглые столы, посвященные инновационной экономике, высокотехнологическому предпринимательству и экспортным перспективам региона. Напомним, «Точка кипения» – один из федеральных проектов развития национально-технологической инициативы, реализуемых агентством стратегических инициатив с 2013 года.